Йоу, продолжаем уфошечку. Так, сегодня у нас серия не более чем часовая, может быть разобью, потому что мне через час надо выезжать, ребята, по спецзаданию. Танк-лазерная пушка, производство закончено, новое производство. Не, подожди, сейчас не спеши, надо чётко сделать. Значит, транспортировка на азиатскую базу. Танк-лазерная пушка пошла. 83 бакса. Транспортировка на главную базу танка-лазерной пушки. Нет места на складах. Ну, значит, тут производство какое-то делаешь. Ты начинаешь делать мне летающие скафандры. 16 эллири, у меня тут есть сотня. Доступно 70 почему-то. Это... Слушай, можно не тратить эллирий пока что, потому что опасно. Могу без эллири остаться. Да, давай бронекостюмы. Бронекостюмы делай. Потом вы успеете сделать эти скафандры. 20 сделай. Всё, окей. Эллирий нужен опять. Надо, чтобы большой корабль прилетел и сел на операцию. Мы тогда на него полетим, эллирий получим. Но хотя ещё запас есть, я очень боюсь, что запас... Жадность, ребята, жадность такая. Танк лазерная прибыл, хорошо. Магазин плазменной винтовки. Источник энергии для плазменной винтовки и оружие пришельцев средней мощности. Содержит небольшое количество эллирия. 80. Новое исследование. Блестерная ПВО. Лазерная ПВО. Да, практически... Ну, давай сектор, да, навига... Мы уже вскрывали. Или мы летуна вскрывали? Наверное, летуна, потому что у меня после энергоскафандра сразу открылась ветка летающего скафандра. Ну, давай всех вскрывать подряд, короче, потому что 140 учёных. Магазин плазменной винтовки могу произвести. Мне не надо производить, потому что тут бронекостюмы у меня делаются. У меня идёт производство, да, бронекостюмы. И тут производство бронекостюма. Хорошо. Пару лазерных пистолетов можно ещё сделать. Пару лазерных винтовок можно сделать, потому что они понадобятся, в конце концов, если надо будет лететь на небесных, если это база небесных. Во. На базе небесных можно потерять весь отряд. Плазменное ПВО на Хуаните готово. Входной лифт, склад, дальний радар. Хуанит, а надо тут мне... Надо ли мне на Хуаните... Гиперволновой... Гиперволновой... Это база Манул, подожди. Хуанит... Хуанита вот здесь. Да не, не надо деньги тратить. 13 миллионов, операций нету. Большой разведчик летун летит на сборы урожая. Центрное НЛО, куда он летит? В Южную Африку. Это разведчик, опять-таки. То есть он может даже не сесть. Он разведывает операцию и... Давай, тут прибыл перехватчик? Нет еще почему-то. Я заказывал его вообще? Южная Африка не заказал перехватчик. Или он идет? Он летит. 16-й надо как-то назвать. Хуанита, хуанита тут вот у нас. Перехватчик 16-й. Какая база? Это азиатская база, да? 16-й перехватчик серьезно настроен на победу. Назовем его, ребята, Хэнтай. Оп. Что такое? Окей, я как-то странно второй кнопкой мыши прожал. Летим, летим, летим. Перехват. Хэнтай летит. Чак Норрис летит. Разведка недопустимая. Не за Африку сейчас будут приниматься. Тут у нас Киншаса, Найроби, Претория и Нигерия. Нигерия вроде бы вплатит нам. Нигерия и Кении, окажись. Или Южная Африка так и называется. Ну и королева давай, яроя пошлем. Вот бы он сел, вот бы мы операцию сделали. Надо мститель посылать. Я не уверен, что он сядет. Он ищет место для операции. Сбей его аккуратно. Та-та-та. Перехватчик поврежден. Починим. Что-то лазерные пушки хуже, чем обычные. Летим на операцию. 66 место крушения, ребята. Перехват. Мститель 1. Окей. Вернуться на базу. Вернуться на базу. Поскольку 66-я операция, то операция получает название Алистер Кроули. Так. Дюк-Нюкем, это дневная операция. Тебе не понадобится. Ты возьми сенсор движения. Собчак. Шабат надо соблюдать, но ты тоже берешь сенсорную гранату. Утер. Светлоносный. Он так и останется с этими всеми осветителями. Лара Крофт хорошо, Категорошка хорошо, Скоробогатико все остальные хорошо. Короче, понеслась. Пустыня. Буря в пустыне. Операция, ребята. Первый ход ничего не делаю. Это флоттеры сразу стреляют по нам. Убили Понти у меня. Посмотрите. Неплохо. Неплохое начало. Начало не подкачало. Много передвижений. Нереально много передвижений. Всего лишь разведчик был. Значит так, ситуация обостряется. Утер, подожди, не спеши. Хавк, дать инфу. Тут никого не видишь. Ну что, танк вылетает. На первый ход видит сразу же противника. Вот тут флоттер закрепился. Взлетает на второй этаж. Разворачивается. Видит второго, третьего. Разворачивается, больше никого не видит. Летит куда-то сюда. Сейчас начнем их стрелять, ребята. Ловлет, разворот. Наспех сразу сюда. А он на первом этаже еще супостат. Промах ловлет. Отвратительный выстрел. Тогда очередь даешь. Опа, какой плотный. Неплохо. 20 очков действия. Очередь хватает еще. Давай. Хэви плазма. Так, ловлет отстрелялся. Хорошо. Вот этих двоих нужно взять. Один спиной стоит. У него могут быть очки действия. Мун. Не будет спешить мстить. Танк лазерный вылетает. И агру снимает. Видит еще противника. Это понятно все. Едет вперед. Надо за этот ход их уработать, ребята. Разворот. А, тут и тарелка. Здесь еще один. Это медик. И она не разбита. Может я и Лерий получим. Неплохо. Только надо четко всех отстрелять. Мун. Шаг вперед. Разворот. Видишь одного. Очередь. А кого ты видишь, простите. Вот этого. Мун. Тяжело попасть, потому что во второй руке сенсор. Ну, использую его. Инженер. И отступи. Сейлормун. Подожди выходить. Терн. Тоже подожди. Дюк Нюкем идет. Выходит на позицию. Разворачивается. Вот этого надо в спину застрелить. Дюк Нюкем. Плохо пострелял Дюк Нюкем. 16 очков действия. Спуститься? Не, надо, чтобы ты спустился. И развернуться к нему. Потому что должен следующий оперативник выходить. Придется Терну выходить. Терн. Разворот. 42 очка действия. Давай. Терн. Не любишь текилу, да? Потому что по кактусам стреляешь. Попал. Шотнул. 14 очков действия. Перебежка сюда. Так. Этого завалили. Этого еще не завалили. Тиаш. На позицию. Прикрыть остальных. На колено можете бесесть. Сколько у тебя очередь стоит? 18. Сядь на колено. Этого завалил. 17 очков действия остается. И. Сейлор Монн. Медик должна выходить. У нее побольше очков действия. Она потому что вкачанная. Она выходит на позицию. Видит противника. Я тебя прошу, Сейлор Монн. Не попади под танку. Я могу этот танк отвезти. Сейлор Монн. Давай. Аккуратненько. Очередь. Был тоже какой-то медик-инженер. Хорошо. Ну, вот как-то так. Мы разыграли. Волтер Собчак сразу дает. Ничего не дает. Что-то мне дыма не хватает. Утер. Слишком светло. Но утер идет вперед. Утер. Хотя сержанта получил. Няшечка идет вперед. Хавк идет на вот эту позицию. Будет подсвечивать, наверное. Слушайте, а мне инженера убили или нет? Не. Монн. Вот это сюда должен перегруппироваться. КТ-горошка. Медик идет сюда. Так. Волтер Собчак сюда. Лара Крофт. Дымовая завеса нужна. КТ-горошка. У тебя же была эта дымовая граната. Взял. Активировал. И просто выложил. Делаем ход. Ждем. В тарелке тусуются. Стреляют по танку. В спину получает оператор танка. Много перемещений достаточно. Оператор танка будет спешить разворачиваться или нет? Пока что не будет. Тут есть еще один танк, который может походить. И он, собственно, ходит. Но флотера не видит. Очевидно, флотер на втором этаже. Вот он закрепился, гад. На первом этаже. Просто так его не взять будет. Ну, стрельни, но не знаю. Конечно. Я бы хотел, чтобы в этот ход оператор танка полетел в пустыню разведать обстановку. Потому что в пустыне они могут закрепляться. Они такие. Они такие. Вот здесь, здесь. За холмами ты взлетаешь наверх на самый. Но вроде никого нет. Значит, остались только в тарелке. Летишь по направлению к тарелке. Семочку в действии. Что с вот этим делать? Но он будет стрелять. С ними я ничего не сделаю. Сейлор Мун. Перебежка. Далее. Дюк-нюк им. Перебежка. Он может взлететь наших, обстрелять. Так что вы тут, кроме перебежек, присядьте еще, чтобы вас было меньше видно. Терн может выйти на позицию. Развернуться. Увидеть противника. И попасть по танку. А шо? Давай на спик стреляй тогда. Отличный. Отличная работа, Терн. И по танку не попал. И все, что надо, пострелял. Утер, снайпер. На вот эту позицию. Держать проход. Засесть. Дымовуха на сей раз плохо сработала. Тяж. Штурм тарелки. Не добегаешь. Не добегаешь. На вот эту позицию. Мне песок в кроссовок попал, говорит Тяж. Тяж, не выпендривайся там, говорит Няшечка. Даже тоже на вот эту позицию какую-то. Слушай, на вот эту разворачивается, садится. Еще одну дымовую надо. Лара Крофт, у тебя нет дымовых. Какой там были? Скоробогатька есть. Скоробогатька, давай. Дым сюда. Активировать на нулевой. Перед тобой Лара Крофт. Медик, она пойдет на операцию. Она выходит сюда. Лара Крофт слишком сильно вышла. Другие. Граната может прилететь. Лара Крофт видит череп в пустыне, и у нее какие-то флэшбеки начинаются. Скоробогатька выбрасывает дымовуху. Отлично. Инженер нужен. Хавк. На вот эту позицию. Предварительно этого хватит. Делаем ход, дым пошел. Стреляют по нам, по танку. Видите, он в пустыне там закрепился, супостат. Закрепился в пустыне. Операция Алистер Кроури под ударом. Потому что где он? На втором этаже. На первом. Кто будет стрелять? Утер. За честь и отвагу. Хотя это не твоя фраза. Нет линии огня. Встань. И практически попал. Надо Утер на спирт стрелять. 51%. Не всегда 51% срабатывает. По нему постреляет тот, кто находится... Тот, кто выйдет из корабля. Тут это не проблема. Проблема это фланги. Дыры нет. Возможно, получим аллерий. Значит так. Хавк сюда, на позицию. Внутри двое. Дюк-Нюкем 24 очка действия. Открыть дверь. Сюда спрятаться. Это командный центр, судя по всему. Сейлор Мун. Сержант на вот эту позицию. Еще есть няшечка. Няшечка тоже может, кстати, встать. Дать сразу наспех сюда. А нет линии огня. Утер пойдет. Утер не должен идти по идее. Ларикрофт, подожди. Тут есть оперативник. ИТА пойдет на штурм. И Терн пойдет на штурм. Он будет давать альтернативный источник информации. С вот этой позиции. Сверху. Кто там у нас? Супер снайперы. Категорошка. Собчак. Мун медик. Арибет, подожди. Мэнфаин снайпер. Уходит на нужную позицию. Разворачивается. Присаживается на колено. И отсюда должен попасть. Очередь или наспех. Наспех давай. Вот так вот. Хорошо. Оператор танка продолжает разведку. Летит вперед. Видит холмы. Немножко сюда развернется. Тут все в холмах. Да, ловит выстрел. Второй выстрел промах. Надо словить этого супостата. На каком этаже? На втором, кажется. Блин, на первом. Но тут уже сам плазменный ховертанк должен стрелять, ребята. Не иначе. Завалил. Сидим, ждем. Так, они в тарелке сейчас двигаются. Там двое было, кажись. Может, трое. Плазменный хавер продолжает свою разведку. То вроде чисто здесь. Здесь непонятно. Вот в этих пустынях пришельцы очень любят прятаться за... За дюнами. Не, плазменный хавер летит обратно. Начинается штурм. Значит, хавк дать информацию. Внутри двое, один прямо здесь. Нюкем. Открыть дверь. Зайти, развернуться, увидеть. Это медик. Дать очередь. Завалил, спрятался. Терн, отсюда дать информацию. Тиаш. Второе может быть там. Ох, тут двери. Мне показалось, что двери не будет. Тиаш, тебе тогда наспех. Развернись. Тебя не увидят. Значит, Сейлор Мунт. Слишком серьезное звание. Тут Лара Крофт бежит. Тебе не резервируем. Ты сюда как-то бежишь. Причем, Лара, ты сразу готовишься. Ага, ну, в следующий ход ты не сможешь так подготовиться. Хорошо. Сейлор Мунт. На вот эту позицию. Что по гренадерам там утр? Непонятно. Ты сидишь здесь. Слушаюсь CD с фантазийной музыкой. Далее у нас второй ход. Просто хочется заминировать, ребята. А хотя тут можно танком заехать на него. Если будет побег совершен. Мина надежнее, как по мне. Потому что он выйдет, постреляет по танку. Он, то есть, откроет дверь и совершит выстрел. Так что мина надежнее. Мина надежнее, вне зоны поражения. Гренадер нужен. Тут Вин Фаин сидит. Где гренадеры? Арибет. Подожди, Арибет Скорбогатька. Вот Падра и Азис. Падра побежал. Только это надо делать в один ход. Ты не успеешь. Мало очков действия. Делаем ход, ждем. Там, может быть, вообще один остался. Он выходит и стреляет. Каким образом это произошло? Тут, посмотрите, он, что ли, дверь пробил? Он отсюда вышел и в спину застрелил. И пробил вот здесь дверь каким-то образом. Реакция не помогла. Это операция с потерей. Элери, 50. Отлично. Силдармун капитана Арибет, командующий Вин Фаин, полковник. Ну, потеря глупая была, честно говоря. Понти, а... Понти, потеряли гренадёра. Зачем я туда гренадёра повел? А, не, Матиаша потеряли. А Понти, как мы потеряли. А по ней выстрелили. Ну, такое, ладно. Базы продаем... Флотеров. Навигационные блоки. Сплавы бронекостюма. Ё-моё, Элери есть хорошо. Гранаты, 30. Ох, парализаторов было много. Игра как будто намекает, что нужно... Что нужно захватывать. Я понимаю, что надо захватывать. Я не готов. Я без псиоников не хочу лететь. На базу мотаем время. 17 число нас ждёт, ребята. Средний разведчик сектоид. Хотят совершить исследование в Юго-Восточной Азии. Никак они не успокоятся с этой операцией, да? Тут корабельный готовый. Тут хентай готов. К труду и обороне. Мы сейчас его собьём. Квин, на ремонте. Летишь, не вопендриваешься. Кто подстрахует? Ещё не спешим. Потерянный... Сейчас они его найдём. Очень маленький, лёгкий разведчик летун. Похищение в Юго-Восточной Азии. Новую цель. Сейчас, подожди. Нет, отмена. Сюда новую цель летит. Новую цель хентай сюда. Тут надо этот снять. Лёгкий разведчик Норрис. Сними его. Улетает ещё собака. Средний разведчик сектоид исследования. Вот он. Пропустили хентай. Новую цель сюда. Новую цель сюда. Надо Мститель высылать. Тут успеем. Что ещё есть? Ну, Fire Lord есть. Он на ремонте. Мститель есть. В крайнем случае. Не знаю, что из них приоритет. Оба летят, разворачиваем планету. Они в Азии все летают. Можно Мститель посылать, в принципе. Это лёгкий разведчик похищения пришельца. Может опустить эту операцию. Пусть он разведывает и пусть прилетит большой корабль или нет. Не знаю, ребята. Тут вы взяли уже. Давай, аккуратно ему дай. Опа. Всё сбит. Улетай. Можно пропускать разведчики. И тогда прилетают уже операционные корабли. Мне в принципе нужен сейчас большой или нет? Не знаю. Новую цель. НЛО 145. Давай, лети сюда. Винтоплива на исходе. А, и сюда надо лететь. Подожди сюда лететь. Вот давайте сделаем грамотно. Мы пошлём сейчас на НЛО 145. Пошлём Мстителя. Может он сядет всё-таки. Ты его веди пока что? Пока Мститель летит. Ну и Мститель пусть его застрелит. Сразу делаем эту операцию и следующую. А, уничтожен? Это вообще крошечный был. Мститель 1. Новая цель. Операция 67. Место крушения. Ночная опять, да? Утренняя. Операция УТР. Какая честь, говорит УТР. Слышишь, УТР нельзя выпендриваться. Потому что ночная. Кто там? Флоттеры были, да? Значит, эта граната не понадобится. Собчак. Освятитель. Приготовить. УТР. Я освещу. Ты УТР, давай не выпендривай. Если переписать, хотя ты снайпер. Тебя вообще... С тобой надо прекращать прикалываться. Надо, чтобы ты... Серьезно получал снайпера. Лара Крофт. Осветишь территорию. КТ-горошка. Осветишь территорию. Скоробогатька. Скоробогатька. Осветишь территорию. Этаж выше, получает выстрел. Танк-лазерная пушка вылетает. Выезжает, вернее. Это край карты. Впереди Роша. Тут капуста. Танк поедет вперед. А этого надо уже снимать. Кто его будет снимать, ловлеет. Выходит на позицию. Разворачивается. Видит противника. Дает очередь. Промахивается. Попадает. Плотный... Какой-то очень... Промах, ребята. Ловлеет не жилец. Делает шаг вперед. Терн. Опять придется спасать. Друга. Разворот. Наспех, пожалуйста. Ловлеет. Эт, Терн. Давай очередь. Какой-то капец плотный. Слышите, кто это такой? Ребят, подожди. Где командир наш был? Сейлор Мун. Сейчас, опа, это командующий. Нет, это солдат. Солдата завалить не можем, а? Очередь. Я понимаю, что надо было освещением бросать. Все дела. Сейлор Мун займется. Только она сначала позицию займет выгодную. Тут посмотрит. Тут вроде бы чисто. Значит, подставлять будем танк. Он летит сразу сюда. Разворачивается на... Мне надо, чтобы танк на второй этаж спустился. Впереди тарелка сразу. Ничего не видно там. Ну, танк прикрывает оперативников, по идее, ребята. Тут как-то так. Пошел штурм, наверное. Няшечка бежит. Этот танк закроет с собой. Няшечку. Далее. Арибет. Может тоже жахнуть. Телефон звонит еще. Венфаин сюда. Давайте телефон сейчас. А телефон перестал звонить. Хорошо. Дюкнинг им тоже должен бежать. Дым надо бы бросить. Я хочу вывести побыстрее оператив. Дюкнинг им. Это плохо бежишь. Сюда куда-то беги. Туда надо осветить или бросать. Тут маленькая тарелочка. Не должно быть проблем. Хавк тоже пойдет давать информацию. Мун где-то сюда. Пойдет. Утер. Вот твоя оперативная задача. Утер сразу на вот эту позицию. Разворот. О, двое сектоидов сразу. Ребята. Как их стрелять? Вот этого никак не возьмешь. Вот этого надо стрелять. Надо гранату туда бросать. Все под ударом получаются. Да. Сейлор Мун на позицию. Выстрел. Очередь давай. Ну хотя бы одного. Утер. Что еще может? Да, ничего такого-то не сделаешь. Тут у нас есть еще Хавк. А тут у нас Терн, который просто ничего не сделает. Лавлия тоже никуда не отойдет. Арибет не будет стрелять. Ванфаин снайпер. Но он отсюда не подорвет этот танцпол, мягко говоря. Но он попробует, конечно. Тут угла нет просто, понимаете. 25 очков действия. Я могу совершить этот выстрел, но я могу по своим сейчас попасть. Но попробуй угол этот пробить, в конце концов. Вероятность была, потому что первый выстрел, например, он попадает в самоукрытие. Вторым выстрелом он как раз уже по сектоиду попадает. Тут под стенку надо бежать. Под стенку не успеваешь бежать. Собчак, под прикрытие танка бежи. Сектоид краем глаза должен был видеть, что по нему стреляли. Поэтому надо сейчас оперативно оперативников выводить. Правда, Категорошка? Правда. Кто займется дымовой гранатой? А, здесь займется. У него самая дальняя позиция. Остальные бегут. Тут все просто. Это мы светим осветителями эту тарелку и штурмуем ее. Азис, взвести на нулевой, бросить на рампу. А ты сюда еще и бросить не можешь мне, да? Хорошо, Лара Крофт, немного поиграем тогда. Вот как-то так, это сюда. Ты присядь. И Лара Крофт через голову бросок. Ну, легкое прикрытие. Делаем ход, ждем. Встали под гранату, стреляют по танку. Двери открываются в доме. В доме кто-то присутствует, стреляют по танку. Второй выходит, третий. Ну, понятно, сейчас начнется. Сколько там, двое, да? Двое солдат. Венфаин, два шага сюда. Разворот и просто очередью туда бить. Там осветитель лежит, Венфаин. Тут должен попадать. Элементарно. Ну, как-то так прошло. Хорошо. Этого можем снять? Только через окно вот здесь. Двери открывались. Тут нет дверей. Значит, где-то дом присутствует. Вот по дому, может, надо будет сжахнуть из бластерной установки. Тут ничего не видно, непонятно. Что происходит. Здесь еще стоит сектоэт. Есть дыра. Да, есть дыры. Может, Элери не получим. Ну, мы можем бросать теперь гранаты. Все, что угодно делать. Волтер Собчак. Во-первых, засветить территорию. Тут дом, двери заперты. Во-вторых, обеспечить превосходство в освещении. Танка есть очки действия. Этого, опять-таки, надо стену бить, чтобы его сбивать. Дюк-нюк, я пробуешь совершить перебежку. Развернуться, и ты не видишь противника. Еще шаг сюда, разворот. И ты его не видишь, да? Да, у тебя нет линии огня. Стрелять опасно сейчас. Но надо это делать. Ты так и не сделал линию огня. Ну, тогда сиди тут. Гренадеры нужны. Или Волтер Собчак. У тебя мало очков действия для этого. На, Терн и Лавлетт. Ох, не знаю. Лавлетт сюда, например. Можно пробить эту стену. Терн, можешь отсюда? Ты не сможешь. Ты сможешь пострелять. Лавлетт, хорошо, давай сюда. 29 очков действия. Наспех по вот этой стене. Блин, не по той выстрелил. Ну, как же так? Ныкаешься. Няшечка разворачивается, уже видит. Хорошо, стреляет. Пробивает стену. Готово. Ну, Бильш Мэнш. Сюда прячется. Собчак. Сенсорную гранату. Следующий. У меня гренадеры нужны. Нужны гренадеры. Хавк нет. Подожди, к этой горошкой. Давай сюда. Ты поскольку медик, ты куда-то на вот эту позицию. Разворот. Бросок. Вряд ли тут кто-то будет. Там где-то дом еще и в доме открывались проходы. Вот эта проблема. Танк пробит чуть-чуть. Потихоньку едет вперед. Но вот этого надо еще снять, ребята. Вот этому надо гранату метать. Терн. Сюда перебежка. Сейлор Мун. Ничего не делал. Не, гренадеров надо выводить. А у меня тут снайпера, да? Ну, Скоробогатка, по-любому надо на вот эту позицию убежать. Потому что будешь самый дальний фланг крыть. Вам тут нужна? Не нужна. Где-то дом, короче, ребята. Это и в доме кто-то засел. Следующий оперативник Хавк. Вот сюда перебежка. Надеюсь, нас тут не засекут. Потому что сюда граната может капитально прилететь. Лара Крофт. Подожди, где гренадеры? А Падре один остался, гренадер. Вот в чем проблема. Завали лишь подругу боевую, да? Падре выходит сюда. Давайте, мы же сделаем ход. Или танк пусть стреляет. Ну, пусть выстрелит. Ну, попадет. Отлично. Все, делаем ход на этом. Они дрогнули, очевидно, чуть-чуть. Танк едет вперед. Пытается найти дом. Ничего не видит абсолютно. Но уже есть Падре, гренадер, который должен осветить территорию. Осветить! Вне зоны поражения Падре. Да что такое за гренадер ты у меня такой? Что по силе? 29. Ну, это отвратительно просто. Тут двери не открывались. Тут сарай. Бежишь на ту позицию, с которой сможешь совершить этот бросок невероятный. Далее. Терн, подожди, не спеши. Оператор танка. В тарелке может уже не быть никого. Может один остался в доме, где-то закрепился. Вот этот дом, собственно. Вот этот дом. Что делать с этим домом? Взрывать его. А кто его может взорвать? А никто его сильно не взорвет. Вот Скоробогатька бежит на позицию, разворачивается, пытается бросить осветитель как можно дальше. Вне зоны поражения. Ну и как-то так у нас происходит это все. И Скоробогатька бежит вперед. В инфаин. Сюда на позицию. Сила должна была возрасти. Следующий осветитель. Бросок. Не можешь сюда бросить. Да, тебе что-то мешает. Тебе мешает наш же собственный корабль. Вот теперь отсюда сможешь бросить. Куда-то бросил, не пойми куда просто. А вот он. Следующий ход повторишь бросок. Тут надо врываться уже потихоньку. Значит, дюк-нюк им. Занимать ли крышу? Вот это вопрос. 32 очка действует. Тут сядь, на реакции сиди. Оператор танка. Идет вперед, видит сад и понимает, что он будет к дому заходить с фланга. Где-то тут эти двери открывались. Падро сидит. А кроме всего прочего, надо же тарелку брать, поэтому ловляет. На позицию в амбаре. Разворот, присесть. Терн. На позицию опасной близости. Засветить. Внутри вот здесь сидит супостат. Хавк. На вот эту позицию. Подтвердить. А не точка в действии подтвердить. Няшечка. На вот эту позицию. Разворот. И бросок осветителя. Ну, хотя бы сюда. Как-то плохо это все метается. Приготовить гранату. Подойти сюда. Будешь взрывать дом. Падро ничего не делает. Падро ничего не делает. И Волтер Собчак со сканером движения тоже мог бы сработать. С сенсором вернее с миной. Но в следующий ход. Но в следующий ход садится. Будет в отличной паре с сэром Джереми Пардингтоном третьим. Эсквайером джентльменом. Правда, коты горошка? Ты, коты горошка, что можешь сделать? Можешь еще чуть-чуть все-таки проверить эту территорию. Которая впереди. Потому что она достаточно опасная. Может, там кто-то может засесть. Какая-то горошка, что-то не особо это делаешь. Успешно. Лара Крофт. Сюда. И все, делаем ход. Стреляют по танку из дома. Понятно, где он там находится. Оператор танка его должен в один ход, наверное, увидеть и уничтожить. Но это не факт. Почему? Потому что в тарелке кто-то есть вот здесь. Дюк-нюк им. Найти и уничтожить. Анима. Выйти туда. Терн инженер. Пару шагов сюда. А вот этот секторит, его уже видят. Обойти его кто-то мой оператор танка может обойти. Отсюда я не выстрелю. Хай плазменный хаверт по нему стреляет, ребята. Наспех. Так, надо попадать, начинать. Потому что мы его не снимем. Терн под ударом. Сколько сюда зайти? 22 очка действует. Ну, например. Разворот. Видишь. Очередь. Все. Все. Нет, не все. Внутри еще один. Да, выходит. Стреляет по ловлету. Валит его. А тут мы не сработали на реакции, потому что очков действия не было, да? Давайте проверим, кто это. Это вряд ли командующий. Потому что очень маленькая тарелочка. Это навигатор. У нас такие уже есть в коллекции, говорит Дюкнукем. Шотает его. Это операция. Ловли это потеряли. Иллерий получили. Хорошо. Утертерн получает повышение. Я думаю, я транспортирую на God Bless еще немножко Иллерия. Там 70 почему-то куда-то. А, я танк. А, там недостаточно места. Начинается, ребята, да? Склад. Давай делаем. Производство бронекостюма. Останавливаем. Новое производство. Летающий скафандр. Сколько там? 70. Это у нас раз, два, три, четыре, пять. Я могу так много. Не могу. Мне Иллерия не хватит. 45, три, 64. Четыре я могу сделать. Хорошо, пусть будет. В каком мне время? 20 минут у меня времени. Исследование завершено. Ответный удар. В случае особо успешных действий перехватчиков XCOM пришельцы будут принимать ответные меры вплоть до прямой атаки базы XCOM. Однако пришельцы сперва должны обнаружить базу, чтобы атаковать. Поэтому риск можно существенно снизить, если не подпускать НЛО-разведчики к базе. Мы вскрываем теперь этих живых и вот эти всякую интересную информацию получаем. Новое исследование. Кто это солдат? Давай, стартуем проект. 8 октября. Перехватчик-17 прибыл на Южно-Африканскую базу. Сейчас мы его назовем, ребята. Перехватчик-17 берет две лавины. Так. Б. Пантера. Ну, афроамериканская. Ну, вы поняли. Хорошо. Дальше мы там время. 8 октября. Надо какой-то из разведчиков, в конце концов, пропустить. Есть такая тема. Он делает разведку, и тогда прилетает большой корабль. Я лечу на большой корабль, не сбивая его. Аккуратно на него сажусь и получаю кучу Иллерия. Но покажу, по Иллерию везет. Потому что Иллерии у меня появился. 363. Это, возможно, даже хватит. Теперь надо командующего брать на базе. А на базу лететь надо псиониками. А псионики появятся только 17-го числа. Похититель летун. Вот это большой, кстати. Где летит? Слушайте, а на него надо фаерлорда посылать. Большой? Очень большой. Размер средний. Не. А может с объем такими силами? Хентай летишь. Пантера готов. Летишь. А над водой бы сбили, вообще не было бы вам цены. Квин летишь. Плазменных пушек надо еще на корабли поставить. Сбить его. Сбить. Фаерлорд на ремонте. Мститель готов. Сбить и похититель. Ой-ой-ой. Осторожно, атака и пытаемся... А, он что-то не отстреливается. Отстреливается. Перехватчик поврежден. Сбит, все. Я уже не успею в этой серии эту операцию сделать. Значит, я на этом сделаю паузу. И в следующей серии. И в... После... У меня сейчас надо выехать, ребята. Тут вернуться на базу. Тут вернуться на базу. Что по солдатам там? Мы были потери. Снарядить корабль. Мститель 1 готов. Кто там у нас готов? Во-первых, что с ранениями? Все с ранениями сидят. Типсионики. Оперативников все меньше и меньше. Пауэрлайн. Ну, давайте транспортируем. Но полетит тот же состав. Слушайте, похититель здоровый. Вроде бы был корабль. Что транспортируем на фанхаус? Каких солдат? Самых смешных, конечно же. Миссис Картман, например, летит. Террент. Должна. Да, тоже медик. Нам понадобится. Вайкония Девир. Нет, Марио есть один. Слушайте. Кларит Вайлот. Дядя Джимбо. Миссис Брафловски. Она, кстати... А, она псионик. Она псионик ее нельзя. Но дядя Джимбо, Кларит Вайлот, Террент и миссис Картман летят. Да, тут тогда закупим еще четырех оперативников. Или, может, тут еще инженеров. Закупить, а? Или, может, здесь вообще лабы отгрохать, ребята? Мастерские. 116 из 150. Солдаты 16 остается. Да, тут, в принципе, этих солдат хватит. Здесь можно закупить еще солдат. Уже нельзя. Потому что места нет в жилых модулях. Хорошо. Перерыв и летим на похититель. Летим на похититель. Похититель летунов. Ну, такая, достаточно большая уже терялка должна быть. Значит, перехват Маститель 1 готов. И это дневная операция. Похититель летун еще один, посмотрите. Появился, нарисовался у нас. На воде летит. Да, что по топливу. 74 хентай. Новую цель пока близко. А этот куда летит? В Центральную Азию. Я думаю, знаете что? Мы на него Firelord. А, он на ремонте. Мститель тоже на ремонте. Проблема. Чак Норрис готов к труду и обороне. Кроме всего прочего, Хуанита готова к труду и обороне. Пока перехватим. 74 у Пантеры топливо. Тоже новую цель. 4 перехватчика летит на этот похититель. Серия похитителей, наверное, будет. Но начинается 68 операция. Операция виски легкой выдержки. Начинаем операцию. Окей. Дневная операция. Светители не нужны. Нужны дымовые гранаты, которых почему-то мало. У оперативников Утер светлоносный. Осветите вот так вот. Возьмите еще такую гранату. Сенсорных побольше. Но гренадерам надо выдавать все-таки сенсорные. Четкое распределение задач оперативных должно быть. Правда, Лара Крофт? Поэтому возьмете дымовую гранату. Взрывчатку, кстати, взяла Лара. Ларе надо 2 ПТК таких взять. Или 2 пистолета. 2 пистолета Лара получит. Наверное, в следующую операцию. Ну, посмотрим. Так, это горошка. Давай. Сенсор. Скоробогатка. Патроны, может, еще возьми. Потому что тут придется, судя по всему, пострелять. Немножечко. А, здесь. Еще сенсор, пожалуйста. Падре. Запакован по полной. Только вы гренадеры. Вам надо... На сей раз будет много. Вот так вот пойдешь. Перегруз. Пистолет возьмешь в кобуру. У меня еще сенсор движения лишний получается. Значит, падре осветителя уберет. Возьмет побольше этих гранат. Вот так вот. Сенсор сюда. Терн запакован. Готов. Только давай сенсор. На обычную гранату. Это флоттеры не будет пси захвата. Все более-менее должно быть прозаично. Сейлор Мун. Готово. Арибет готова. Выстрелить на всякий случай. Все, начинаем операцию. О-о-о-о. Ну, тут в первый ход надо двигаться, судя по всему. Потому что получим, ребята, вот по углу под ударом терн сразу. Или сразу бросить попытаться гранату. Ну, танк могу потерять первый же ход. Вылетаю, вижу уже одного супостата. Ну, давай ему стреляй. Из танка прямо стреляю. Одного завалил. Так. Чуть-чуть выйти. Взлететь. Развернуться. Леса, край карты. Отлично. Сюда развернуться. Холмы. Очень опасно. Летишь в холмы, разворачиваешь. За холмом точно кто-то может быть. Тарелка вроде бы не пробита. А что делаем? Подставляем оператора танка лазерную пушку. Подставляем прямо на вход. Оставляем ему там наспех какой-то. Чтобы он выстрелил. Значит так. Дюк нюкем. Дымовую гранату обязательно надо сделать на первый ход. И приготовить штурм группу. Потому что тут надо рашить их. Кто пойдет в штурм группу? Терн в хорошем звании уже дослужился до сержанта. Наверное подождет. Няшечка. Так новобранцам и осталось. Значит тут присядет. Арибет еще рано выводит. Ванфаин снайпер тоже рано выводит. Дюк нюкем нет. Хавк пойдет. Мун нет. Волтер Собчак инженер. На вот эту позицию. Лара Крофт медик. На вот эту позицию. Скоробогатка снайпер. То что нужно. Только Скоробогатка. Чтоб тебя не застрелили. Тут на тебя прикроет наверное Падра. Который должен будет очень много гранат метнуть. Следующий ход. Он уже готовится к этому. У него односенсорная ребята. Пистолет берешь. Я что-то тут этот момент проворонил. Дюк нюкем. Категорошка. И Ази штурмовик. Да. Все строятся. Готовятся к выходу. Сейчас надо будет расшануть. Это все. Дюк сюда. Мун сюда. Утер. Снайпер сюда. Почему Утер без оружия? Потому что вот так вот. Категорошка сюда. Чтоб главное мне сейчас граната не прилетела. Сейлор Мун тогда сможет улететь. Делаем ход. Взрывается дым. Ожидаем выстрела. Открываются двери. Они перемещаются. Непонятно что где. Достаточно много перемещений. Вангую человек. Ого. Ребята. 25. Чтоб не было. А может быть такое количество. В принципе. В принципе может быть. Оператор танка. Вход в тарелку. Получаешь выстрел. Из-за холма. Он промахивается. Оператор танка Хавер. Летит. И не видит его. Видит. О. Здесь сбоку. Видите. Да. Тут будет сложно. Значит. Нужно сейчас. Вывести во первых оперативников. А потом уже разбираться. Кто будет стрелять. Ну например. Штурмовик. Что может сделать? Перебежку совершить. Под прикрытие только лазерного танка. Значит. Танк мы подводим сюда. И он смотрит на вход. А няшечка бежит под прикрытие его. Можно сюда за дерево. Не успеет. Но надо быстрее. Понимаете. Они летают. Не няшечка. Бежишь так. Тут можно подставиться капитально. Но ты в дыму сидишь. Давай бежишь на фул. Куда-то вот сюда. Тут садишься. Не хватает уже очков действия. Хорошо. Волтер Собчак. Инженер. Следующая дымовуха. Или сенсор. На вот эту позицию. Во-первых. Проверить окрестности. Чисто. Разворот. Все-таки сенсор взять. Активировать. Граната активна. Следующий оперативник. Снайпер Скоробогатька. Выходит. Разворачивается. Должен застрелить супостата. Только сядет на колено. Даст очередь просто. Отличный выстрел с очереди Скоробогатька. Второй летит в темноту. Третий тоже летит в темноту. Ну что Скоробогатька. Это судя по всему повышение возможно. Нарешти. Говорит Скоробогатька. Падре. Выходит. Говорит Скоробогатька. Не треба поспешатый. Активирует сенсор. Бросает его. На вот эту позицию. Не хватает очков действия. Два человека мины. Падре. Да? Сюда подходишь. Остальные оперативники. Штурмовик Оазис. All my people right here right now. На вот эту позицию. Какая же Оазис крутая группа. Все-таки ну вроде бритпоп, мейнстрим, попса. Но она крутая. Очень люблю ее слушать, ребята. Хавк бежит тоже на позицию. Сейчас позиция под гранатой возможно. Да? Хавк бежит на какую-то на вот эту позицию. Под прикрытие танка. И все. И резервируем. Придется на вот этой позиции стоять. Танк выстрелит. Хавк выстрелит. И возможно оператор хавертанка выстрелит. Он еще чуть-чуть подлетит. Видит следующего противника. Вот здесь еще один. Видите как оно. Надо выводить следующего снайпера получается. Лара Крофт Медик. Винфоин. Разворот. Очередь без присяди. Потому что если присядешь, можешь не увидеть его. Так, наспирь давай. Та в дерево. Отступаешь на два шажочка. Следующий оперативник. Это горошка Медик. КТ-горошка вынужден будет стрелять все-таки очередью. Потому что он не попадет иначе. Очередь побольше вероятности в случае КТ-горошка. КТ-горошка 14 очков действия. На вот эту позицию. Утер. Снайпер. Разворот. Давай, тебе наспех два может будет. Да, будет два раза наспех. Выстрел наспех. В лобешник может быть. А может и нет. Два раза в лобешник попал. Утер говорит. С меня взятки гладкие. А это мы сейчас проверим. Говорит командир группы. Капитан Мун. Сержант вернее. Сержант Мун. Сейчас мы это проверим. С кого взятки гладкие. Где он? На первом этаже был. Вот он. Одно ранение получил. То есть один выстрел полетел в молоко. Что можно сделать? Ну, Утер может под гранату встать вот сюда. Могу разбежаться еще? Могу. Выходит, бросает гранату просто. Так что Оазис побежал сюда. Лучше тебя одного подставить. Тут походил. Тут Собчак походил. И вот эти... Если вот этих двоих убьют, то да. Тут проблема будет. Ван Фаин сидит. Тут сидим. Лара Крофт подожди. Ари Бет нет. Дюк Нюкем штурмовик не попадет. И Мун не попадет. Лара Крофт выходит. Разворачивается. Пытается тоже выстрелить наспех. Промах. Промах. 7 очков действия. Как кнопка была. Центр на оперативнике. Центр на выбранном солдате. Вот она. Отступает. Перегруппировывается. Значит, ну, стрелять он будет, судя по всему, по оператору танка. Потому что он именно его и видит. Оператор плазменного танка стреляет. Шотает его. Хорошо. Отлично. Теперь оператор плазменного хавертанка еще чуть-чуть вперед летит. И все. Здесь закрепится. Делаем ход. Ждем. Сейчас тоже пару опасных ходов. Вот выходит, пожалуйста, стреляет по танку. Никто на реакцию не среагировал. Второй видит, стреляет и попадает. Но не убил. Хорошо. Может выживет. Вот сейчас ранение будет. Третий по-своему стреляет. Убивает своего. У них паника сейчас должна быть. Четвертый стреляет по лазерному танку. Взрывает его. И... Ну и туда какую-то гранату надо определять. Что по ранениям? Мне больно. Мне больно, кричит. Няшечка. Две смертельные раны. Ого. Тебя будет тяжело спасти. Метать туда гранату? Иллерий разбит. Значит, Хавк. Падре, у тебя сенсорная тока. Сенсорную на вход. Да. Всех не убьет. Ладно. Хавк побежал. Открывает дверь. Видит двоих. Что можно сделать? Можно пытаться туда гранату забамбурить. Хавком отойти на безопасную дистанцию. Сейчас, в данный момент. Няшечкой тоже отойти на безопасную дистанцию. Остальные будут стрелять. Коих не видят. Няшечка пытается уйти. Потому что... Ну, хотя, в принципе, Хавк может пострелять. Сейчас. Они очки действия потратили. Хавк, давай очередь по вот этому дальнему. Нет линии огня. По вот этому. Нет линии огня по вот этому. Попал по заднему. Все, отступаешь. Няшечка, видишь одного? У него наспех заряди. Отомсти за себя. Готов. По вот этому можешь, не можешь. Отступаешь. Тебя надо срочно лечить. Кто этим займется? Медик какой-то. Утр, подожди. Волтер Собчаков тоже. Подожди со своей гранатой. Падре может забамбурить сюда гранату сенсорную на вход. И они будут двигаться. Но я потом не зайду. Понимаете? Но они будут выходить. По-любому. Их там много. Я их за один ход, может, не возьму сейчас. Значит, граната будет последней. Апогей. Утр не видит. Утр должен увидеть. Наспех сюда. А утр что такое? 14 очков действия. Отступи. Скоробогатка. Разворот. Наспех сюда. Есть контакт. Не надо сенсорную бросать, падре. Спокойно. Бросаешь сенсорную туда, там, где они могут быть. Не туда бросил. Танк мне заминировал. Не? Не. Нормально. Более-менее. Медика быстро. Сейчас надо решить проблему с медиком. Категорошка. Значит, тут еще есть очки действия. Бежишь на позицию. Категорошка берет. Медкомплект бежит. Но вот эту позицию может не успеть. Надо было перебрасывать, наверное, 15 очков действия. Использовать. Ну, одну смертельную рану лечит. И няшечка есть, по сути, 9 ходов, чтобы выжить. Далее. Волтер Собчак. Тут линии нет. Волтер Собчак предлагает туда забамбурить все-таки сенсорную гранату. Он будет выходить. А у нас неким его встречать. Или Волтер Собчак может бросить куда-то перестраховочную гранату. Вот сюда. Ты так не дострелишь. Тут дыра, кстати, может быть. Остальные должны штурмовать. Вот, например, оперативник Оазис выйдет куда-то на вот эту позицию. Попробует туда дать наспех. У него нет линии огня. Я точно не выловлю эту позицию. Есть фишка в старой уфохе, что можно жать какую-то там кнопку. И в 3D тебе потом выходить из игры и в игру заходить. И в 3D тебе показывают то, что видит оперативник глазами. Мы этим пользоваться не будем. Я не подготовился к этому, ребята. И думаю, это лишнее. Мы все-таки в изометрии сможем поиграть. Скоробогатька. Надо тебе тоже куда-то... Надо тут, короче, план B готовить. Лара Крофт Медик. Наспех резерв. Подставляем Лару. Она может сработать. План B готовим. Значит, план B это Арибет. Леди Арибет Детельмарант. Вот сюда выходит со своей огромной пушкой. Тебе ничего не резервируем. Ты просто тут закрепишься. Тебе тем более надо качать очки действия. Кто тебя прикроет? В NFIN снайпер выходит на позицию. Может он отсюда выстроил? Нет, он отсюда не видит просто вот эту цель. Даже если он присядет, он отсюда не видит. Ну, я еще могу танк подставить. Терн, надо идти вперед со сканером движения. Где там мой сенсор полетел, кстати? Вот сюда. Ну, Терна можно сюда вывести под прикрытие танка. Что делать с самим танком, пока что тоже непонятно. Мун, как-то на вот эту позицию развернись, присядь. Дюк-нюк, я им пошел штурмовать. Тут присел. Значит, оператор танка может сюда приехать, прикрыть, или может лететь дальше. Летит чуть-чуть дальше, проверяет, чтобы тут не было прохода. Ну, тут могут быть флоттеры. Ну, нет, все-таки оператор танка прикроет своим бренным телом. Оперативников. Тут разворот, и тут этаж ниже, этаж ниже. Так мы поступим. Выходит и не стреляет, потому что ничего сделать не может. Улетает, видите, что-то не пострелял он. Тут выходит куча, стреляют по плазменному хаверу. И с хэви-плазмой. Сейчас уничтожат мне танк, слышите? Плазменный хавер выдержал этот бой. Его даже не пробили. Он взлетает наверх. И ситуация опасная достаточно. Оперативник Оазис открывает дверь. Видит двоих сразу и вынужден стрелять, собственно, наспех. Одного завалил, второй не среагировал. По-второму. Промах. Оперативник Оазис отступает. Оперативник Лара Крофт. Сесть на колено, дать туда наспех. Аккуратно только, по своим не попаданиям от линии огня. Оперативник Винфаин. Прицельный выстрел, пожалуйста. Это был прицельный. И тогда наспех. Это был наспех. Оперативник Дюк-Нюкем. Целятся только лохи, говорит Дюк-Нюкем, но стреляет прицельным, попадает. Хорошо, хавк дает информацию. Раз, два, три. Там еще есть передвижение. Терн. Тоже на вот эту позицию. Тут развернись, присядь. Так, здесь продолжается лечение. Какая-то горошка лечит няшечку, стимулирует, энергетик колет. И няшечка отправляется в лазарет, собственно. Няшечка не может отправиться в лазарет, но где-то в кустах засядет, потому что пробит оперативник. Оперативник. Ну что он может сделать полезного? Еще может сенсорные гранаты немного позабавиться. Просто ее активирует в следующий ход. Далее. Скором богатка, подожди. Надо определиться. Но танк можно опять-таки опустить. И сделать ход, собственно. Давайте так и сделаем. Они могут даже дрогнуть. Тем более, они пробили танк. Передвижений много еще достаточно. Сейчас сбоку нам как залетят, как не бросят гранату, но нет. Этого не происходит. В таком случае оператор танка взлетает на самый верхний этаж, продолжает свою разведку в прилегающей территории. Это тоже очень важная миссия, потому что, чтобы их не было слишком много. Взлетает на самый верх, облетает здесь все. И говорит, ребята, два хода без меня. Но это надо делать, потому что, представляете, я этого не делаю. И вот тут флотер где-то закрепился, летит сюда и бросает нам гранату. Все погибают тогда. Значит, первое дело. Хавк. Дать информацию. Раз, два, три, четыре противника внутри. Противник Азис. Открываешь дверь, никого не видишь. Выходишь. Разворот. Тут лифт или что? Тут нет лифта. Никого не видишь. Они в этой комнате. Как тебя спрятать-то получше? Они как? Так, резервируешь наспех, иначе никак. Оперативник Терн. Слишком серьезное звание, но что поделаешь. Оперативник Лара Крофт. 17 очков действия. Тут еще один был. Что я поделаю, ребята? Туда надо влетать. Утер Снайпер. Ты займешь мне тут позицию. На всякий случай. Тут закрепишься. Далее. Падро. Следующая граната. Уже нет гранат. Но ты идешь внутрь тогда штурмовать. На полный ход бежит. Терна придется подвезти. Вот этого делать не хочется. У Падро есть очки действия на наспех. Далее. К этой горошке тоже надо идти. Все должны бежать штурмовать. Понимаете? Я одного завел без прикрытия. Но я могу сюда терна завести. Но в следующий ход отсюда флотер прилетает. Сколько у тебя будет? 31 очков действия. Давай сюда 31. Разворот не видишь никого. Мы шотнули его или нет? 16 разворотов тут шотнули. Нет. Тебе так нельзя. Ты должен спрятаться. Ну сбоку могут обойти. Но я больше ничего не сделаю. Надо больше оперативников. Скоробогатка. Побежал. Все держат в ход по сути. У тебя граната прилетит. Ребята капитальная. Так. Тут давай бежим. Тренируемся. Нужно сотню очков действия ребят выкачать. Делаем ход. Рискую сейчас. Там 4 пришельца. И они настроены на победу. Но у них ничего не получилось. Они дрогнули очевидно. Хавк. Дать информацию. Внутри на 8 клеток трое. Сразу большая активность. Судя по всему второй этаж. Терн. Подтвердить эту информацию. Прямо в этой комнате кто-то может быть. Значит. Оазис никого не видит. Но он ждет еще. Лара Крофт. Открывает дверь. Видит одного. Дает ему наспех. Промахивается. Прячется. Скоробогатка. Отсюда не попадет. Должен тоже подходить. Видит уже. Давай наспех ему. В Лару Крофт попадает. Убивает. Скоробогатка. В трое раз стреляет. Тоже промахивается. Я не люблю. Плейстейшн. Удин. Скоробогатка. Падра говорит. Что сейчас не до шуток вообще. Огонь по своим был открыт. Украинским оперативникам. Шутки не писали ребята. Про Украину. Чую это. Забаню. Если это. У нас. Вне политики. Падра. С пистолета не попадет. Но должен стрелять. Потому что не иначе. Очередь давай. Падра. Попадает. Убивает. Ось так. Треборубы. Такая же. Падра. Не все украинцы. Здесь нет. Помылки. Тут выхожу за угол. Вижу лифт. Понимаю. Что все. Больше тут никого нет. Возможно здесь кто-то есть. Оазис. Проверьте дальнюю комнату. Это комната с Илерием. Он есть. 50 Илери. Отлично. Следующий ход мы штурмуем. Только есть проблема ребята. Здесь они могут спускаться. Они могут здесь спускаться. Надо следующую группу оперативников подводить. Дюк-нюк им пошел. Скоробогатка конечно да. Ты знатно провалил выстрел. Ванфаин сидит. Кто еще у меня есть? Мун может давать информацию. Сейлор Мун. Это в звании. Но не. Пусть бегут. Неуклюже. Потому что это надо. Это надо делать. Я здесь одного вывел. Давайте Муна подведем тоже поближе. Очки действия зарезервированы. Так. Оператор танка продолжает исследование карты. Думаю он еще за один ход справится. Летит куда-то сюда. Его до сих пор не пробили. Тут чисто. Тут тоже чисто. Но они могут быть в холмах. Поэтому оператор танка летит. Никого не обнаруживает. Летит еще сюда. Все. И делаем ход. Сейчас опасно. Безопасно прошло действие. Он там еще трое. Как минимум. Говорит Хавк. Двое впереди. На втором этаже. Хорошо. Терн выходит. Никого не видит. Подходит. На второй этаж. Видит одного противника. Давать ли очередь? Ну в спину можешь получить. Но стреляй. Попади. Плотный очень. И отстреливается. Терн. Три очка действия. Тебя уже будет проблематично спасти. Тебя будет проблематично спасти. Это я поспешил. Падра говорит, что времени нет. И врывается. Значит Падра. Твоя оперативная задача. Прикрыть вот этот вход. Откуда они могут выскакивать. Тут Хавк врывается. Как можно было Терн? Так ребята. Не надо было вторую очередь стрелять. Моя ошибка. Ошибка командования. Я думал он его завалит. Скоробогатка. Исправить ошибку в темную комнату. Проверить здесь все. Никого не видишь. Бежишь значит пойдешь следующий. Тебе ничего не резервируем. Это горошка. Сразу сюда лечить. Далее Мун. Куда-то сюда. А Мун должен был идти прикрывать. Не пойдет прикрывать. Здесь я забыл совсем. Активируем на всякий случай. Куда-то туда. Вне зоны поражения. Ну что ты будешь делать? Сиди с ней короче. Ты больше ничего не сделаешь. Где оператор танка? Вот здесь. Летит на позицию. Танк я не заведу в корабль. Оператор танка по сути бесполезен. Проверяет леса. Ничего не видит. Так, ну что, ничего не сделаю. Ничего не сделаю. Арибат, качайтесь. Перебежка. Ноют старые кости. Ой, это не из другой оперы. Говорит Арибат, делаю ход. Ребята, граната летит. Но более-менее. Он выжил? Терн выжил от гранаты? Сейчас, подождите. Мне плохо, говорит сержант Терн. Две смертельные раны. Спускается на нижний этаж. И начнем мы с Падре. Потому что Падре видит дыру наверху. Тут, в принципе, безопасно. Но нет, Терна поведем на вот эту позицию. Терн дает еще информацию. Сверху один. И тут еще один. Двое еще. Горошка. Быстро лечить. Трупы летунов. Рандом-рандом. Какая-то горошка не успевает лечить. А мы должны туда врываться, понимаете? Но мы ворваться можем еще и в следующий ход. Мы можем не спешить. Или в этот надо, а? Хавк даст информацию. Например, Дюк Нюнкем заштурмует вот сюда, с этой позиции. Стоп-машина с вот этой позиции. Заходить надо вообще-то с угла, чтобы он был не чистый, а вот такой. Потому что тогда у оперативника чуть больше угол, и он может не погибнет. Хавк все-таки пойдешь сюда со сканером движения прикрывать. Но они сверху могут спускаться. Тут вы стоите на реакции. На этом делаю ход. Не спешит спускаться, да, супостат такой? Значит, здесь лечим вторис двойное ранение, стимулятор энергетик. Терн, по сути, не играет, но играет. Он видит, что здесь это наше передвижение, и сверху. Один кто-то вообще здесь. Значит, скоробогатка. Поскольку попал по-своему, едет ретироваться. Не видит противника. Почему? Потому что он уже переместился. Оазис. Наверх, разворот. Сидишь на... Я на очередь дал, да? Сидите сверху. Третий оперативник дюк-нюк ему готовится врываться. Развернется сюда. Здесь парни, шо? Ничего не видите. Ты куда-то сюда можешь зайти? Можешь. Развернись. Вон там ты его отсюда не видишь. Присядь, Хавк. Терн дает инфу, и категорошка медик подходит тоже, должен готовиться. Делаем ход, ждем. Опасно. Вот он выходит, стреляет. Вниз, по-моему, стреляет. И один здесь. И один здесь. Сейчас мы же его увидим. Мэрэш все сжалось внутри, говорит падре. А Хавк видит обоих и стреляет. По-второму сначала. Теперь по-второму. Завалил обоих эта операция. Солдат потеряно одного. Трупов найдено 13. Пришельцев убито 12. Танков уничтожено. Иллерий получаем. Рейтинг хорошо. Няшечка получает сержанта за то, что было ранение. Повысит хп. Это еще не все. Тут у нас еще корабль летает. Мы его что-то никак перехватить не можем. Такой же причем. Ну. Ну, ребята. Бабах. Ракеты летят. Попадание. Еще летит. Сбит. Тан-та-тан-тан-тан-тан. Что теперь делать? Теперь надо, наверное, ждать транспортировки. Потому что прибудет еще несколько оперативников. Миссис Картман, Террент, Кларит Вайлот и дядя Джимба. Это 10 часов. Начнется ночь тогда. Ночью на такую операцию не очень хочется лететь. Хотя сейчас 8. Не, будет ночь. Потянем еще такую базу, такой корабль. Конечно, потянем. В ночь не пойдем. Но два ранения у меня серьезных. Оперативников все меньше и меньше. Снаряжение. Танк-лазерная пушка. Следующий заходит на борт. Псивусь. Как псиоников не хватает. Господи, ты боже мой. От ранений отошли. Аскет, Бугага, Сильвана и Шурец. Они могут вернуть. Нет, они с ранениями сидят. Сколько там будет это ранение? Непонятно. Пауэрлайн. Но должны лететь все те же. Сколько? До 20 мест занято. Это много оперативников. Мы должны тащить эту операцию. Летим, ребята. Мститель готов к труду и обороне. Летим на следующий. Мститель прилетел. 69-я операция. Операция Йоко Оно. Так. Все то же самое. На сей раз местность более прозаичная. Именно сады. О! Уже закрепились. Посмотрите. Так. Много перемещений. И мы затащим операцию. Просто возьмем и затащим. Говорит оператор плазменного ховертанка. Разворачивается. Видит кучу садов. И видит, судя по всему, тут... Ничего такого не видит опасного. Потихоньку летит вперед. Разворачивается. И видит дом. По которому сразу хочется... Сжахнуть. Ибо в доме кто-то может засесть. Наземные силы... Выезжают. Я не буду тут дым пока что бросать. Потому что, судя по всему, вокруг нас никого. Можно просто быстро делать развертку. Мун. Командир. Бежит в самый угол карты. Топ-топ-топ-топ-топ. Отсюда сможет стрелять по двум углам. Или по флотеру, который будет высоко в небесах. Оперативник Волтер Собчак. Что у нас по... Тут может быть ничего. Значит, ты бежишь. И берешь то, что тебе предназначено. Предназначено. Перегруз. Это выложи. На вот эту позицию. Оперативник Сейлор Мун. Серьезный медик. Она выйдет на вот эту позицию. Подготовит, может быть, домовую завесу. Она может развернуться. Обстрелять мне вот этот дом. Сколько этажей? Два этажа. Сейлор Мун. Давай сразу очередь сюда. И теперь вопрос к оператору танка. Видит, да, естественно. А на крыше? На крыше. Наспех даже стрелять не надо. Видите, ребята? Тут все. Мы уже их повадки выучили. Дюк-нюк, им успеет ли выстрел совершить? Успеет, но с неприятной позиции. С вот этой. Тут даже тень есть, видите? Мы можем видеть, где крылья. Дюк-нюкем. Где твои крылья, которые нравились мне? На крыше дома. Нет линии огня у тебя, естественно. Тебе это крыло мешает. Ты не сможешь выстрелить. Ты не сможешь выстрелить. Оператар танка, может, жахнет, а? Да, да, ему наспех, в конце концов. Чуть-чуть вперед пролети, и больше никого не видишь. Снайпера могут быть, говорит леди Арибетда Тельморант. И выходит с огромным ракетометом. Сколько у него уже очков действия? Господи, ее надо качать и качать. Ей надо уже энергоскафандр одевать, ребята, чтобы ее не убили. А сколько у него хп? 46. Этого мало. Этого мало. Пришельцы что-то плотные стали, говорит Венфаин. И тоже выходит на позицию, например, на вот эту. Вы тут, следи Арибет, держите совет, как начинать эту операцию. А все остальные бегут, собственно, на передовую. Оперативник Кутыгорошко. Который должен был звание получить в прошлой операции, потому что спас. Оперативник Утар, что-то без оружия. Есть оружие. Сюда берешь тоже снайпер на вот эту позицию. Разворот. Оперативник Скара Багатько, который выстрел совершил по своему. Его треба звільнити, но у нас все по блату, ребята, да? Украинцев не звільнят. Не, ну бывает, что там было понятно, что можно попасть по своему. В прошлой операции. Это было ожидаемо, в принципе. То есть, но это был и риск, на который пришлось идти. Хавк. Разворот. Дай-ка тут инфу. Ты отсюда не дотянешься, значит, ты идешь тоже вперед. Развернули операцию. Делаем ход. Ждем. Много передвижений. В домах засели. Потратить, может, бластерную установку, ребята, а? На базу надо будет лить. Но бластерная установка нужна. А если прилетит какой-то очень дикий корабль, на котором будет куча эфериалов. Что-то перемещений очень много, ребята. Мне показалось, что игра зависла. Перемещений просто куча. Вот этот. Судя по всему, надо тратить бластерную. Значит так, Ван Фаин сюда. Судя по количеству перемещений, Леди Ари Бетт должна совершать запуск ракеты сюда. Пару этажей сюда. Только подальше, пожалуйста. Сюда. Не, подожди, во тьму не надо. Вот сюда, сюда. Оно летить. Оно летить, летить. Вот где-то здесь, подальше от наших, в эпицентре. Где-то вот тут вот. Ну, пару человек, как всегда. Кота горошка здесь. Мне нужен здесь не кота горошка. Мне тут нужен Волтер Собчак. Так, оператор танка. Как может подрулить к тарелке? Оператор танка едет напрямую, потому что в доме могли остаться остатки противников. Видит вход в тарелку. Одного тут уработали. Но криков было больше, значит в доме еще кого-то уработали. Подставляем оператора лазерного танка. Остальным все идти без прикрытия придется. Ну, Сейлор Мун бросит дым, например. Активирует на нулевой, бросит куда-то сюда. И опять-таки надо рашить, получается. Только под... Как-то вот так мы пойдем. Развернись сюда. Здесь Дюк-Нюкем. Тут еще опасно, понимаете? Да, там очень опасно. Поэтому Венфаин давай. Активируй сенсор, бросай. Оттуда врожь. Ты на дерево попал. Ну и ничего, нормально в принципе. Мун. По идее тоже должен будет штурмовать. Потому что у меня просто сил не хватит. И оперативников. Нюкем сюда. Разворот. Дюк-Нюкем немножко поплохело. Когда он увидел какое просто расстояние, придется перебегать. Это хоть два хода. Мы подставим, конечно, оба танка. Второй танк летит. Второй танк опускается этаж ниже, чтобы видеть второй этаж. Никого не видит. Стоп, машина. Опустись еще на этаж ниже. Видит первый этаж. Тебе мы ничего не резервируем, потому что ты у нас чисто разведка. Сюда развернись, тут ничего не видишь. Хорошо. Может, зря я жахнул, потому что я теперь не смогу видеть. Они вылетать могут, опять-таки. Надо минировать здесь. Короче, надо очень большая многозадачность у оперативников сейчас будет. Какая-то горошка пошел. Под прикрытие танка закрепился. Скоробогаткой сюда перебежка пошел. Даже на вот эту позицию закрепился. Оазис, штурм. На вот эту позицию. Развернулся. Далее, Утер. Легкая перебежка. Под дым. Тут развернулся. Сейлор Мун ходила. Мун обычный идет тоже. Перебежками. Далее, Гренадер. Падре. Сразу готовишь сенсорные. Ты плохо подготовился, Падре, что-то к операции. Тебе придется много их бросать в следующий ход. Три-четыре. Перегруз. Небольшой. Ничего. Вот на вот эту позицию. С нее, короче, надо что, заминировать? Надо заминировать тут проход. И за тарелкой. Это тебе надо будет, короче, несколько выбросить. И Хавк бежит тоже на вот эту позицию. Хавк, подожди, не спеши. На вот эту позицию. Тебе не резервируем. Ты бежишь на позицию, как было сказано. И теперь всем резервируем. Делаем ход, ждем. Дым первый пошел. Скрытые перемещения. Ожидаем выхода из летающего аппарата. Вот выход наметился. Вот еще один выходит. Надо было сразу, кстати... О, ничего себе. Разбил мне танк. Надо было выход сразу минировать, ребята. Потому что они же будут дальше продолжать выходить. Второй там. Да, да, да. Надо на выход бросать гранату. Опа, на реакции кто-то выстрелил. Но промахнулся. Хорошо. Падре, первая оперативная задача, как это ни странно, действительно заминировать вход в тарелку. Но только сначала надо этого супостата завалить. Кто его видит? Волтер Собчак. Утр видит его, светлоносный. Утр садится. Дает очередь. Там может еще кто-то быть. Пусть утро стреляет очередью. Этого вальнул. Падре бросает гранату на вход вне зоны поражения. Падре. Как же так? Что? Почему? 17 стичков действия. 16. Метнуть тебе стоит 12. На шажочек еще вроде бы не хватит. Ты будешь не развернуть просто. А Падре, тогда другая операция. Вот эту гранату бросить вот сюда. На верхний этаж. Вне зоны поражения. Падре. А можешь ее закинуть куда-то сюда? Сюда можешь. Тут заминировали. В следующий ход следующую за. Дюк-Нюкем должен выходить. Идет аккуратненько вперед. Перебежка у него. Будет стоить очень многого. Дорого. Он может не выстрелить на реакции даже. Дюк-Нюкем. На полуукрытие вот это сюда. Нет, ты на резерве сиди. Мы подставим танк. Который никого не нашел. Плазменный хавер летит. Плазменный хавер еще, кроме того, что он летит, он еще облетает. Видит еще дом. Тут двери открыты. Сюда надо сандалить. Ракету, ребята, причем быстро. Арибет. Арибет плюет. Не хватает очков действия. Арибет плюется ради одного какого-то флота тратить ракету такую. Да что я сделаю? Я туда хибаю. Я туда не наброшу гранату. Утер, снайпер, перебежка, стоп, разворот. Хавк. Больше очков действия бежишь. 22 тебя пробьют. Мы танк подставим. Тут проверь. Тут чисто никого нет. Все, надо сныкаться. Развернись хотя бы лицом. Говорю, развернись лицом. Оператора хавертанка подставляем под вход на тарелку все-таки. Тут все в дыму, в огне, ничего не видно. На нижний этаж. Не, 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 из огня вылети. Вот так как-то. Хайфлоттеры по тебе работают. Остальных надо подводить. Не иначе. Уолтро Собчак. Соблюдать шаббат. И спрятаться за суперукрытие. Сел. Скоробогатка снайпер. Бежишь на фул. Стоп. Развернулся. Сел. Не хватает очков действия. Это горошка. Фланговая перебежка. Мне нужна, ребята. Утр пойдет на фланг. Утр еле ходит. Азиштурм. Надо вот куда-то сюда, чтобы ты подбежал. Тут мы под горнатой немножко находимся. Как-то так ты пойдешь. А здесь какая-то горошка все-таки сюда. На вот эту позицию. Разворот. Далее. Мун. Уже подходит. Но не спешит. Сейлор Мун Медик. Тоже подходит, но не спешит. Заключат пакт небольшой. Будут обсуждать богиню Луны. Ван Фаин. Как бы тебя использовать тоже грамотно. Тебя надо вывести на вот эту позицию. Но тут у нас... Ты выйдешь на вот эту позицию. Будешь отсюда стрелять. Надо сюда, может, дым закинуть. Ты просто засядешь здесь. Далее. Падро идет вперед. Он должен бросать. И Арибет. Ну, тренируй. Дальше дачки действуй, потому что это не дело. Надо, чтобы оперативник за один ход мог и перезарядить, и жахнуть. Потому что, Арибет, скоро тебе придется лететь на базу пришельцев. Ждем. Много перемещений. Опасно. Стреляют по танку. Главное, чтобы танк не развалили. Как мне того брать пришельцев? Да, надо этот дом взрывать, короче. Надо эту бластерную ракету тратить. Перемещений просто куча, ребята. Так, сохранение игры автоматическое. Хорошо. Ну, давай, Арибет, сандаль. Я тебя прошу только аккуратно, сандаль. Тут сразу повышаешь ее. От сюда, сюда. Воно летит. Воно летит сюда, сюда. От сюда стреляли, да? Воно летит куда-то сюда. И тут она взрывается где-то вот здесь. Промах был допущен. Леди Арибет допустила промах невероятный. Дюк Нюкем говорит, что ситуация обостряется. Бежит штурмовать тарелку. Сенсор движения еще тут лежит. Наш Дюк Нюкем, конечно же, лежит. Потому что и они теперь не выходят, собаки. Потому что они знают, что там сенсор лежит. Утр, поэтому. Стой, утр, стоп-машина. Тут нет никого утр, не выпендривайся. Лежишь сюда. Нужен второй на фланг? Не нужен. Нужно, чтобы Хавк шел вперед. Нужно обезвредить сенсор движения. Они не выходят, потому что именно здесь сенсор движения лежит, ребята. Ну, мина, по сути. Оператор танка, по которому был произведен выстрел. Пробит немного. Летит, засвечивает. Видит на крыше, да? Да, на крыше. Надо так выстрелить, чтобы по оператору танка не попасть. Кто займется? Ну, это трудный выстрел, но тут три этажа, да? Давай, прицельный. Нет линии огня. Что тебе мешает? Третий этаж. Третий этаж. Хайператор танка стрельнет. Но он должен вход прикрывать, держать, понимаете? Насперед, давай. Так. Ты на втором сейчас этаже? Ты на третьем. Спускаешься этаж ниже? Нет, это первый этаж. Стойте, мне на втором этаже нужен, чтобы ты окна проверил. Видишь еще одного? Где он? А, он здесь прямо. Кто может стрелять? Кто может стрелять? Скоробогатка снайпер. Это второй этаж, тут не будет проблемой попасть. Нет линии огня, потому что площадь большая у тарелки, да? Ты с этой позиции не попадаешь. Стой, Скоробогатка, на вот эту позицию приблизительно должен отсюда попасть. Что там, два этажа прострелить? Ну, в ином случае есть третий вариант. Это гранату, которую не добрасывает Падре, активирует. Шестнадцать очков действия, подходит. Серьезный бросок, Падре, а что поделаешь? Бросай. Вне зоны поражения. Но оператор танка уже не сможет пострелять. Хорошо. Что надо делать? Надо готовить обычную гранату кем-то? Или надо подбежать, пока они там затормозили? Надо подбежать, я думаю. Как мы еще по нему наверх можем пострелять? Оператора танка можно спасти. Можно его... Нельзя, уже нет очков действия. Отсюда мы не попадаем. Венфаин, а попробуй встать, слышишь? Наспех куда-то дать. Нет линии огня, тебе мешает сама тарелка. Тут, видите, тут нужны летающие скафандры. Падре тоже ничего не может сделать. Может, гранату туда кто-то добросит. Собчак. Попробуй. Активируешь, бросаешь. У меня зона поражения. Не хватает тебе силушки богатырской. Тут ходили. Это и есть, собственно. Скоробогатка ходил. Хавк ходил. У него неточка в действии. Он идет чуть-чуть вперед. Сквозь огонь. А, аутро ходил. Оазис. С этой позиции. Ну, попытается, конечно. Тут у меня сомнения просто, ребята. Навесом не стреляем, говорит Оазис. Стреляет Оазис. Попадает и убивает. У него хватает этого угла. Отличный выстрел. Это заявка на повышение. Это заявка на повышение. Так, тут обсудили уже. И Сейлор Мун выдвигается первая. А Мун за ней. Так. Делаем ход. Ждем. Открываются двери. Собаки не хотят. Стреляет сбоку кто-то. Каким образом? Очень интересно. Там же заминировано было. Там было заминировано. Проход. Я же бросил. Или я не бросил гранату, ребята? Вот теперь я не могу понять. Я бросал сюда гранату или нет? А, может я не бросил. Может не хватило. Это должен опять-таки танк вскрывать эти моменты. Он видит. А, где-то здесь он вылетел. Не, понятно. Он не из корабля. Но тут уже есть кому поработать. Тут выходит, например, Утер. Светлоносый. Разворачивается. Аккуратненько наспех надо Утер попасть. А плазменный хавертанк летит снимать сенсор движения. Ну, мину точнее. Если я ее сюда бомбурил. А я ее сюда не бомбурил. Видите, как оно? Как ты так должен встать, чтобы ты выстрелил? Вроде бы так. Хорошо. Дюк-нюк им готовится на штурм. Разворот. Хавк должен подойти. Сюда сквозь огонь. Горошка медик. На вот эту позицию. Там все горит. На сей раз Иллерия не получим. Уолтер Собчак. Забросить гранату как можно выше. Уолтер Собчак мало каши ел, ребята. Проблема. А перебросить через корабль. Эх, Собчак, что ж ты делаешь с нами? Дыр я в самой тарелке не вижу, но вот здесь есть одна. Надо вот сюда бросить, Собчак. О, неплохо. Ну, более-менее. Может, сработает. Собчак немножко подставится. Ничего страшного. Скоробогатка снайпер. Пока что вот эту позицию. То есть, позицию входа. Азиас отлично отработал на позицию Собчака. Разворот. И самый главный вопрос к Падре. Он продолжает пытаться заминировать вверх или даже зад этой тарелки. Вне зоны поражения. Давай тогда бросить сюда просто. Вне зоны поражения. Что такое? Сила 33. Вкачал уже потихоньку. У меня были оперативники, которые вообще через всю карту бросали. Это не через всю карту. Хорошо, ладно. Это не так важно. Сейлор Мун сюда на позицию. Медик, будешь прикрывать. Тут разворот. Сам Мун идет на вот эту позицию. Надо врываться уже. Мы долго очень эту операцию играем. Ну а мы играем две подряд вообще. Открывается дверь, стреляют по танку. Плазменный хавер уничтожают. Минус 30 Иллерия. Их там двое. Сейчас их надо будет стрелять. А я в начале серии сказал, что будет часовая. Волтер Собчак убит. Ну перерыв был, я ездил, ребята. Это действительно. Так, давай хавк. Сейчас не до этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Неплохо Дюк-Нюкем говорит. Это работа для меня, судя по всему. Ну ты только попробуй промазать мне. Этого завалил. Заходишь. Никого больше не видишь. Выходишь. Восемь флотеров надо завалить внутри. Это очень серьезная. Серьезная заявка. Хоть бери и резерв на прицельный, ребята. Я могу не потянуть еще. Да, давай, Азис, беги куда-то сюда. Через огонь. Развернуться не можешь? Нет, тебе давай. Фу, это будет тяжелая операция, очевидно. Падра, а что по гранатам? Дым нельзя. Не, нельзя никаких дымов. Надо сенсор движения, пистолет. Надо всех оперативников сюда сводить. Восемь человек стрелять не так-то просто. Может придется гранатой воспользоваться. Скоробогатька, придется идти на Амбразуру. Мне хотелось тебя подставлять, на что поделаешь. Наспех. Сколько у тебя выстрел наспех? 15, тебе хватит. Здесь, значит, утер светлоносый. Сенсор, во-первых. У тебя двойная задача будет. Во-первых, активировать сенсор. Во-вторых, бросить его... ...возле дома твоего. Ну, в следующий ход, потому что ты за этот ход не набросишь. Здесь Сейлор Мун тебя прикроет, наверное. Или ее надо тоже вводить. Она сюда как-то пойдет. Открывает дверь, прячется за укрытие. Второй этаж, что нам говорит? Невыгодного заводить снайпера. Сейлор Мун тут сидит. И сам Мун, собственно, тоже подойдет. Значит, настолько серьезно все операции. Венфаин отсюда что-то выстрелит. Вот с этого угла он бы выстрелил. Пока что тут сидит. Леди Арибет тусуется наверх. Бластерную убирает. Берет аптечку, хэви-плазму. Следующий ход. Делаем ход, ждем. Все, по-выходят. Сейчас будут выходить меня стрелять. Сенсор оставлять не имеет смысла, потому что они... Потому что они, собаки такие. Тут надо, наверное, сенсорных в самой тарелке побросать, ребята. Леди Арибет готова выдвигаться. Ну, первый вопрос, как всегда, к Хавку. Раз, два, три, четыре, пять. Один. А что это такое? Двое? На двух этажах. Раз, два, три, четыре. Ну, они там наверху везде. Надо весь верх минировать. У Падро нет сенсорных гранат. Значит, Ванфаин. Два шага вперед. Весь верх надо минировать просто. И сейчас начнут вылетать эти восемь человек. Мне надо обезопаситься. Ванфаин. Бросок. Сенсорные гранаты как можно дальше. В следующий ход. Сейчас. КТ-Горошка или Дюк-Нюкем? Дюк-Нюкем. Он штурмовик. Заходит. Открывает дверь. Видит двоих сразу. Тридцать шесть очков действия. Очередь, пожалуйста, по вот этому. Впереди еще один Дюк-Нюкем не попал по нему, к сожалению. Он уходит. КТ-Горошка выходит. Подходит. Подходит. Чтобы не было опять выстрела по-своему. Дает очередь опять-таки. Не убил, потому что крика не было. КТ-Горошка сюда, за угол. Никаких резервов тебе, КТ-Горошка. Ты шо? Может, ты лучше выйдешь вообще? Дюк одного тут. Дюк, можешь развернуться? Можешь. Выйти уже не можешь. Ну, дверь откроется. КТ-Горошка у него будет на выстрел. А присесть успеваешь, успеваешь. А я резерву брал. Там ныкаешься. А, здесь на вот эту позицию. Надо туда капитально штурмовать. Скоробогать-ка. На вот эту позицию. Держишь вход. Может, отсюда выстрелишь? Ничего-то не выстрелишь. Сидишь тут. Так, значит, надо теперь утор. Зачесть и отвагу. Но это не моя фраза. Кричит утор. Бросает сенсорную гранату. От греха подальше. Сюда. Не можешь сюда бросить. Ну, вот тут заминируй. И пока что держишь тут проход. Мун, подсвети. Кто это такое у нас? Навигатор. Что, испугался он или нет? Чуть-чуть мораль просела. Тут лифт на второй этаж. И Падре бежит тоже. Вот он должен бежать на вот эту позицию вообще. Подсвечивается второго. Делаем ход. Сейчас могут быть потери. Потому что он пойдет разбираться. Кто там по ним стрелял. Не, нам повезло. Падре на вот эту позицию. Дать информацию. Раз, два, три, четыре, пять. Уже попроще. Открываешь, видишь двоих. Стреляешь. Наспех или очередь? Очередь по дальнему. Нет линии огня. Очередь по переднему. По тебе не стреляют. Дюк-нюк им. Считай, что повезло. Катя горошка должен будет зайти. Чтоб пострелять. Дает очередь. Промахивается. Попадает. Вот этот еще может восстать. Катя горошка вернуться на исходную. Разворот. Разворот. Скоробогатка снайпер заходит. Смотрит сюда. Все работают. Все, больше никого подводить нельзя. Потому что это граната может быть. Тут подтвердить информацию, что все в тарелке. Все в тарелке. Еще на вторых, на третьих этажах. Так. Раз, два, трое. Четверо, точнее. Вот это на двух этажах, судя по всему. Вот здесь на лифте один и второй. Ну что, дюк-нюк им. Настало время. Видишь, еще одного. Наспех ему дай. Опа, отстреливается. Еще наспех. Завалил. Отступил. Делаем ход, ждем. Сколько их осталось? Трое. Бильдж Мэрш, говорит дюк-нюк им. Открывает дверь, никого не видит. Два Иллерия мы потеряли. Слишком рискованная перебежка. Они наверху могут быть дюк-нюк им. Слышишь, тебя еще с любого угла могут застрелить. Так что, может быть, лучше ты спрячешься здесь. Вот здесь. А, тут вообще все открыто, да? Сюда я зайти не могу, не могу. Тут надо вот так как-то обходить. Это чит на самом деле какой-то, ребята. Потому что у меня подсвечиваются двери. Жертвы будут. Почему? Потому что они могут быть на верхних этажах. Я должен заводить оперативников. Сидеть на реакциях. Я должен это делать. Не иначе. Слышу, Азис, ты отсюда второй этаж не видишь? Часом не видишь. Сидишь, Хавк идет сюда. Ждем, опасно. Как-то, ну, мы уже не дрогнули просто. Двое сверху, один здесь. На вот этой позиции. Хорошо. Какой-то горошка пошел. Открывает дверь. Выходит, разворачивается. Видит. Дает очередь. Попади только. Смело идешь сюда, разворачивает на всякий случай. Ну, и двое сверху с той стороны. Они могут быть и не сверху, кстати. Но Дюк говорит, что они, судя по всему, сверху. Скоробогатка. Ох, выстрел сверху по Скоробогатку. Как он тебя увидел? Ты не знаешь. Поэтому ты разворачиваешься. И здесь занимаешь позицию. А теперь я не знаю, где они точно. Ну, как-то он тебя видел, а ты не видел. Поэтому мы как-то так распределимся. Здесь все-таки Дюк-Нюкем проверит этот проход. Тут никого нет. Чтобы убедиться. В следующий ход зайдет в двери. Может, это же здесь откроет их. Делаем ход, ждем. Так. Теперь надо четко их высветить. Три клетки наверх, три клетки вниз. Раз, два, три. Где-то один здесь, а один здесь. Как ты горошка, аккуратно подходишь. Наверх, разворот. Видишь. Слушай, подожди. Мун говорит, что самое время заняться исследованием игрой в ментальный зонд. Медик. Этот даже не опасен. Потому что вооружен, судя по всему, таким себе оружием. Не хэви плазмой вооружен. Все нормально у нас. Как ты горошка, два шага сюда закрепиться. Далее. Скоробогатька. Более опасный им проход. Потому что тут ожидается двое пассажиров. Непонятная комната. Комната управления, говорит Скоробогатька. Не угадали с позиции. Теперь надо будет это все штурмовать. Хорошо. Дюк-нюк им заходит. И оазис бежит. Оазис может словить сейчас выстрел. Так и получается. Но оазис отсюда не видит противника. Видит. Где-то здесь он. Вот он. Оазис его завалил и идет наверх. Так. Остальные так и сидят. Один остался. Подсветить его. Оп-па-па. Он не двигался. Очевидно, он сохранил очки действия. И там главная комната. И он там засел в этой комнате. Может он вылетел, кстати. Эту информацию надо подтверждать. Слышишь? Мы сейчас тут ходили. Сканируй, сканируй. Это мы ходили. Где же он засел? Он запаниковал, возможно. Сейчас, может, он отойдет. Вот сейчас он подвигался. Да, он наверху. Он вот здесь где-то засел. Закрепился. Погнали, скоробогатка. Что тебе сказать? Бежите вперед. Ждете. Ловите его. Какая-то горошка выходишь. Разворачиваешься. Не видишь. Видишь. Наспех или очередь? Наспех. Нет линии огня. Ты шутишь мне, какая-то горошка? 31.9. Так он по тебе выстрелит. Ну, давай, очередь. Операция. Сплавы, навигационный блок. Два танка потерял. Потерял одного солдата. 17 пришельцев. Рейтингов, ряд превосходный. Я бы так не сказал. Плазменный ховертанк. Минус. Какая-то горошка. Минус. Такое. И что по Иллерию. Ну, продажи, во-первых, это трупы. Трупы. 31. Неплохо. Вот мы и танк отбили. Навигационные блоки. Три. Три сплавы. Куча просто. Не знаю, куда их девать, ребята. Давай чуть-чуть сплавов продам. Потому что их хватает. Иллерий 400. Отлично. Надо делать плазменный ховертанк. Хэви плазмы уже просто не пачка. Просто пачка. Продаем. Бластерная 2. 5. Поставляем. Блазменная винтовка 1. Магазин 2. Избавляемся. Не надо. Чего избавляться от... Можно перекинуть на другую базу, чтоб там было для защиты, а? Да, можно это сделать. Почему не? Давай транспортируем... На Манул, например. Плазменная винтовка 2 магазина. Пару хэви плазм. 10 магазинов. И парализатор. Пусть там будет. На других базах. Ну, потому что на базы могут нападать. У меня куча денег. Значит, что мне надо делать? Склады, мастерские, ментальный щит. Хорошо. Здесь что мы строим? Ментальный щит, плазменное ПВО. Хорошо. Тут гравитационный тогда нужно делать. А тут плазменный есть. Не нужно ничего. Здесь гравитационный. Гиперволновой надо строить. И гравитационный щит. А я его не исследовал, да? Тогда еще плазменное... А, нет, есть он. Вот он. 38 дней. Слушай, может лучше плазменное ПВО построить? Еще одну. Плазменное 3-4 дня. Сноси его. Не надо он. Плазменное ПВО справится. Чисто, чисто, хорошо. Закупка, вербовка. Пару солдат. Сейчас еще прибудут. Ну, неплохая серия. 4 дня склад, 4 дня ментальный щит. На европейской базе. Жилые модули 6 дней больше солдат-ученых. И 9 октября. Осталось дождаться... Сколько там? 17-е было. 8 дней. Осталось продержаться до первого вылета Псиоников. С этим будет перегруппировка небольшая. И операции поменяются у нас. Вот. На вот этой базе нужно, наверное... Тут у нас идет производство летающих скафандров. 21 час остался. А здесь у нас производство бронекостюмов. Мы его останавливаем. Начинаем производство плазменного хавертанка. Сколько будете делать его? 2 дня. Нормально. И снарядить корабль на вылете. Прилетит? Посмотрим. В следующей серии увидимся. 18 миллионов. Можно строить еще одну базу. Можно поставить здесь, на самом деле, лабораторию. Или здесь поставить лабораторию. Жилые модули лаборатории. Да? Взять ученых быстро проектов до следы-то. Склад тогда нужен еще. Надо это или нет? Я думаю, нет. Обойдемся. Деньги надо иметь НЗ. В следующей серии увидимся. Спасибо за внимание. Уфошечка. До свидания. КОНЕЦ Продолжение следует...